Более 2000 звонков приняли волонтеры на горячей линии по вопросам помощи мобилизованным. Центр поддержки для семей, призванных по мобилизации, открылся в Сергиево-Пасадском округе в начале октября. На заседании фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов акцент сделали на систематизацию работы в этом направлении. Договорились о более четком взаимодействии, о более четком закреплении семей и взаимодействии работы депутатов, чтобы Таро ввелась не в личной виде работы депутата, а именно в взаимодействии с Центром, со всеми структурами, которые в нашем органе созданы. У нас Центром оказывается помощь всем семьям, мужья, сыновья, братья, которых ушли, как мы говорим сейчас, уже за ленточку. Поэтому это не только мобилизованные, это те, кто ушел до февраля месяца, кто там, кто уходит сейчас добровольцем туда. В Центре собирается и аккумулируется вся информация по семьям. Любой человек из этой семьи может позвонить, поговорить, рассказать. Это также и, знаете, как в большей степени общение, узнать про других, как, что делать. Это уже такая большая, это уже не Центр, это уже большая семья, где люди, которым нужна помощь, аккумулируются, связываются между собой. Ну и, я хочу сказать, объединяются в решении сбора гуманитарной помощи. К работе фракции подключились глава Сергея Упасадского округа Михаил Токарев, депутат Московской областной думы Александр Легков и депутат Госдумы Сергей Пахомов. В своем выступлении федеральный депутат рассказал о разработке большой программы по модернизации системы ЖКХ. Она будет стоить бюджетному федеральному сотни и сотни миллиардов рублей. То, что износ сетей, конечно, очень высокий. И мы планируем вообще по всей стране заменить самые убыточные части системы ЖКХ. Речь идет о дырявых сетях с высоким износом, речь идет о тех котельных, которые генерируют убытки, эти плановые убытки. То есть, в целом, хотим постараться привести систему в порядок. Сергей Пахомов отметил, что также решается вопрос о возвращении процедуры технического обследования домов и на ее основании изменения программы капитального ремонта. Поговорили и о работе управляющих компаний, и сделали акцент на подготовку к зимнему периоду. Особое внимание депутат Госдумы уделил реализации программы благоустройства округа. Мы собирались с вами здесь. Несколько недель назад говорили о благоустройстве, о проблемах. Честно говоря, я бы, я думал, что после этого будет какая-то реакция. Коллеги, реакции, конечно же, не последовало. Я поэтому прошу вас очень внимательно определить того, все-таки кто. Дать мне человеку, который отвечает за благоустройство в Совете, во фракции, в партии. Мы сформируем перечень, скажем так, участников закрытого совещания. Мы с вами должны проанализировать все, что у нас с вами происходит и происходило за последнее время благоустройства. И обратиться к главе, если это будет необходимо, попросить его или потребовать принять кадровые решения. По итогам заседания фракции депутатами были зафиксированы все вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. Дарья Леонова, Вячеслав Шумов. Программа «События». Спасибо. 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 Спасибо.